привет дорогие зрители сегодня продолжаем наши уроки по французской кухне будем готовить очень быстрое блюдо больше ничего тушить не будем как в прошлые разы вот у нас с вами телячья печенка сейчас мы будем ее готовить как француз да в чем состоит разница с традиционным способом приготовления который был принят в советском союзе ну так я полагаю до сих пор принят в россии значит насколько я помню нужно было валять кусочки печенки и потом их жарить просто до состояния какого-то дерева вот это все мы отменяем да потому что вы попробуете по французскому рецепту поймете что это намного вкуснее никакой муки не надо значит мы берем кусочки ну как стеки до печени заливаем их буквально на 5 минут каким-нибудь вкусным уксусом ну вот у меня например здесь малиновый да это уксус из малины может быть там с любым приятным ароматом вот заливаем вот здесь вот на тарелке печенку потом солим в данном случае я положила то что называется флор до сай да то есть это как бы лучший вид соли верхняя соляная корочка которая образуется на соляных болотах у нас во франции это продается в виде отдельно продукта так скажем но можно конечно можете и обычной соли посыпать ничего не случится и много много черного перца вот здесь вот у нас две нарезанные луковицы нарезанные тонкими кольцами и вот у нас мед значит делать мы будем следующее сначала мы пожарим лук на оливковом ну в принципе можно и на сливочном кто как любит или на смеси масле обжарим его и потом сверху зальем на него немножечко меда и когда он чуть-чуть медом пропитается положим на сковородку печенку печенку надо на сковороде держать очень очень мало буквально 30 40 секунд с одной стороны потом перевернули с другой лук в это время немножко сдвигаем на бок сковородки когда печенку переворачиваем кладем на нее сверху все понятно начинаем делать это очень быстро кладем лук в данном случае поливковое масло сами ставим огонь чуть-чуть поменьше и пока оно пусть жарится жарим наш лук продолжаем вот он у нас уже стал золотистым посмотрите мы пожарили колечки очень важно непрерывно помешивать чтобы он не пригорел теперь мы его будем карамелизовать да мы добавляем туда мед ну вот столь . примерно на 2 луковицы ну или можно даже еще и вот в этом меду мы этот лук пару минут мешаем сейчас мы наш лук сдвигаем в сторону видите вот так вот горочкой мы его в бок отодвигаем и кладем сюда нашу печенку и кладем сюда нашу печенку потом переворачиваем солим перчим и сверху будем выкладывать этот лук видите края стали немножечко белеть мы это делать переворачиваем сверху выкладываем лук сверху выкладываем лук и еще секунд 40 за это время греем картофельное пюре которое мы уже заранее сделаем вот посмотрите какая симпатичная получилась у нас конечная тарелочка сейчас мы это все вкушим вам того же желаю попробуйте обязательно до новых встреч мои дорогие